Воздушная война 14-го года В предыдущей статье, воздушная битва Великой войны Крылья над Восточной Пруссией, мы в самых общих чертах посмотрели на действия авиации 2-й армии Северо-Западного фронта в августе 1914 год А как действовала авиация 1-й армии, да и вообще в целом авиация в кампании 1914 год На русском фронте Первой мировой войны взглянем на это хотя бы в целом, остановившись и на некоторых особенностях применения воздушных сил в этой кампании Инструкции для авиаторов Начиная с момента объявления мобилизации и до перехода 1-й армии границы Восточной Пруссии Лишь дважды в сводках сведения противники, выпущенных штабом оперативного объединения, имеются данные по проведению германцами воздушной разведки Так, сводка номер 10 от 30 июля 1914 года Содержала информацию о том, что над озером Амальва, Сувалкская губерния России, в направлении на восток пролетел германский аэроплан А сводка номер 12 от 1 августа зафиксировала, что в 12 верстах западня Симна, тот же район, сбит германский аэроплан, а летчики-офицеры при падении машины погибли К последней сводке был приложен перевод секретной германской инструкции об отличительных знаках на германских воздухоплавательных аппаратах Вероятно, она была захвачена на погибших летчиках В ней сказано, что для идентификации немецких воздухоплавательных аппаратов и для того, чтобы защитить их от обстрела своими войсками После объявления мобилизации вводятся следующие нормы Германские воздушные корабли имеют на своем переднем конце соответствующие надписи Аббревиатуры Аэропланы несут на поверхностях крыльев и на боковом руле сзади машины черные кресты Кроме того, для идентификации перед своими войсками в темное время суток При неблагоприятной погоде и действиях на значительной высоте Вводились световые сигналы, которые должны подаваться через определенные временные промежутки Вблизи аппарата будут видны один-два светящихся шара Каждый из которых через нескольких мгновений распадется на 10-15 ярко светящихся белых звезд Видимых при падении в течение некоторого времени Отмечалось, что следует обращать внимание на количество таких звезд Ибо французы пользуются одной светящейся звездой для сигнализации Русские авиаторы аналогичных четких инструкций на тот момент не имели И когда над войсками начали появляться не только германские, но и свои летательные аппараты Были отданы и спешно разосланы в части указания Сводящиеся к установлению трехцветного, национальных цветов, круга на крыльях самолета А также распоряжение аэропланом снижаться над своими войсками А последним не открывать огня по своим аппаратам Но, было уже поздно Не только запасные солдаты, из которых многие никогда до сих пор не видали летательных аппаратов Но и командиры отдельных частей оказались совершенно неподготовленными к встрече с этим новым явлением войны Огонь земли по противнику и по своим Так, мы убедились в этом, работая с фондом одного из полков Астраханского казачьего войска Запись в журнале военных действий содержала следующую формулировку Над окопом пролетел аэроплан, наш или германский не разобрали, на всякий случай обстреляли Можно привести и другие примеры Так, после Самсоновской катастрофы, П. Генденбург, планируя первое сражение у Мазурских озер, к концу десятых чисел августа 1914 год Начал сосредоточение своих сил против первой армии П. Г. К. Рененкомфа В этот период последнему была подчинена Гродненская крепость И мы нашли упоминание о следующем эпизоде Из крепости на фронт были вызваны бригада 76-й пехотной дивизии, тяжелая артиллерия и крепостной авиационный отряд И когда последний в составе пяти самолетов пролетал над расположением недавно прибывшей на ТВД 72-й пехотной дивизии, укомплектованной рязанскими, командир одного из полков дивизии приказал открыть огонь по аэропланам, что полк охотно и в полном составе выполнил Е. А. Менчуков Полковник вспоминал, оглядываясь и вижу вся колонна залегла в канавах по сторонам дороги и выпускает патроны в небо, явно без всякой надежды на поражение высоко летящего вражеского самолета Поворачиваю коня и мчусь полевым галопом обратно в середину залегши колонны с криком Какой дурак приказал стрелять! Прекратить огонь! В это время из канавы вылезает временно командовавший дивизией бригадный генерал Т. С винтовкой в руках и, подойдя ко мне, говорит, вы бы полегче выражались, это я приказал стрелять В итоге, довольно удачное сбивание войсками своих и низколетавших самолетов вызвало ряд приказов П. Г. К. Рененкомфа по 1-й армии, которыми, в конце концов, вообще запрещалось открывать огонь по самолетам О дирижаблях Если германская авиация над Восточной Пруссией в августе 1914 год запомнилась очевидцам слабовато, то этого не скажешь о германских воздушных кораблях Цепелинах Цепелин над Варшавой Е. А. Менчуков вспоминал, впервые о том, что несет с собой Цепелин мы узнали 23 10 августа В ночь на 23 10 августа бомба с Цепелина попала в бивак 110-го пехотного камского полка и вывела из строя убитыми и ранеными сразу 17 человек Другой раз Цепелин, в одном из своих ночных налетов на место расположения штаба 1-я армии в Г. Инстербурге, сбросил несколько легких бомб в стоящий на восточной окраине города Артиллерийский парк Попадания пришлись в Коновязь На утро на Коновязи можно было видеть 30 убитых лошадей с развороченными внутренностями Один из приказов отряду охраны штаба 1-я армии в этот период предписывал принимать особые меры для борьбы с Цепелинами, которые ночью или на рассвете бомбят ночлеги русских войск Частям, несущим службу охранения, предписывалось открывать по воздушному кораблю стрелковый и артиллерийский огонь Ботарея, или дежурная часть последней, должна была иметь орудия направленными в разные стороны с врытыми в землю, в ямы, хоботами и поднятыми дулами, насколько это возможно Приказывалось при приближении воздушного корабля немедленно тушить все огни, и, по возможности, на биваках открыто не располагаться Ночную стрельбу вверх по воздушному кораблю должны были вести не только охранный отряд и все чины штаба, но и проходящие части Была обещана и денежная награда за сбитие Цепелина В итоге, во время одного из ночных визитов германского дирижабля, в Инстербурге на улице был замечен стрелявший Из револьвера по Цепелину чиновник армейского управления Дирижаблястра Авиация в Восточной Пруссии Самолеты, бывшие невысокого качества и в ограниченном количестве, применялись, преимущественно, в разведывательных целях Часто выходили из строя Например, в том, что после успешного сражения 1-й армии под Гумбинином 7 августа Соприкосновение с быстро отошедшим противником было утрачено Виноваты как армейская конница, так и армейские авиасилы 1 сентября 1914 года Одно из донесений с АСТ Козлова Руда, Подковна, сообщала, что возле одной из деревень опустился русский летчик У которого испорчен аэроплан номер 4, который будет разобран и доставлен на станцию Гораздо больше влияние авиация оказала на ход боевых действий во второй армии Мы писали об этом в первой статье цикла Вспомним о вехах активности ее авиации и авиации противника Так, с самого начала наступления корпусов Самсоновской армии неприятельские летчики неотступно следовали за войсками Вторая армия и ее соединения также не были лишены содействия авиации К 10 августа командир первого корпуса получил сообщение от летчиков, что у города Гильгенбурга замечены два больших бивака, не менее чем на дивизию каждый А 12 августа штаб второй армии получил следующие донесения от летчика Вятковского, 8 час Утро из Оленштейна к югу двигались по двум шоссе две колонны противника с артиллерией, силу и бригада каждая 13 августа летчики сообщали, что в Г. Аленштейн вступили два неприятельские колонны Однако, несмотря даже на то, что при входе в город частей 13-го армейского корпуса по ним из домов стреляли, информации не придали значения и город осмотре не был Присутствовали и эпизоды неудачных действий Так, авиация приняла за свой шестой корпус у Вартенбурга, восточнее Оленштейна, хвосты двух колонны Это были части германского первого резервного корпуса Посланный для проверки этих сведений другой летчик с задания не вернулся А 14 августа командир 15-го корпуса получил от летчиков донесение о том, что противник западнее АД В небе над Польшей В тревожные дни окружения германцами Ладзи в ноябре 1914 год известны факты установления окруженными частями связи с войсками, шедшими им на выручку извне, при помощи авиации Так, 8 ноября в районе Ловичского отряда спустился летчик с донесением от начальника штаба Ай-Сибирского корпуса с просьбой направить атаку войск 1-й армии в промежуток с ГЕШ, брезины в тыл обошедшего противника Прибывший в те же дни офицер штаба 2-й армии, установив связь, перелетел обратно в ЛОЦ на самолете Германская авиация также отличилась в ходе этой операции, доставляя ценные сведения своему командованию Так, 1 ноября германский 11-й армейский корпус наступал на разведанную летчиками линию Д. Д. Хелмна, Горобина, Држевицы На ней оборонялась русская 3-я гвардейская пехотная дивизия 2 ноября летчики обнаружили движение русской колонны Д. Вартковицык П. Ленчица А 8 ноября, когда стало развиваться наступление на лот с Брезин и Ловичского отряда русской 1-й армии Германские летчики сообщили, что от Бовича надвигаются новые сильные русские подкрепления Поезда, стоявшие под парами на железнодорожной станции Лович, указывали на прибытие новых русских эшелонов Одна растянувшаяся на 3 км в длину неприятельская колонна, шедшая со стороны Скирневица В 11 часов утра достигла Ежова Это соответствовало действительности 11 ноября воздушная разведка германского 11-го корпуса установила сосредоточение крупных сил в районе Ласкьяна Вице и наступление двух колонн неприятеля против правого фланга 38-й дивизии Здесь действительно активно действовал русский 19-й армейский корпус В тот же день летчик доставил германскому командованию важное сведение об удачном прорыве армейской группы Шефера которая действительно 11 числа прорвала фронт 6-й сибирской стрелковой дивизии и захватила у нее в тылу Брезины Кроме того, летчикам было обнаружено оживленное движение поездов на перегоне Скирневицы-Варшава Как раз в это время через Варшаву в Скирневицы перевозилась 67-я пехотная дивизия 14 ноября от воздушной разведки германцы узнали о наступлении от Варшавы новых войск Деятельное железнодорожное движение в направлении Налович наводило на мысль о перевозке новых подкреплений Это наблюдение совпадает по времени с прибытием в 1-ю армию 3-й сибирской стрелковой дивизии В дополнение к этим сведениям от летчиков, германцы, по словам К. Вульфина В дне успешного развития своего обходного маневра у Ладзи получили и важные сведения о подтягивании русскими сил с Юго, из 5-й армии Подчеркнутые из бумаг, найденных ими у взятого в плен по тушинам русского летчика Впрочем, через несколько дней германских авиаторов ждала аналогичная фиаско 17 ноября в 1-й армии был подбит германский самолет, и налетчики нашли приказ к германскому 1-му резервному корпусу о наступлении на Беляву Саботулович С ноября 1914 год Германская авиация освоила новый вид деятельности Ежедневно германские аэропланы стали бросать бомбы в Сахачев, где находились ставка русской 1-й армии Однако существенного вреда эта бомбардировка не нанесла Дневник Е. А. Менчукова от 7 января, во время стоянки на позициях ПАЭР Бзюре, содержит следующие строки Все время летают над нами аэропланы немцев Подымался и аэростат Между прочим, во время 2-й августовской операции в январе-феврале 1915 год Действия авиации были парализованы густым туманом Особенно над Гродной и долиной Бобра, и сильным штормовым ветром при обильных осадках, в Т. Ч. Проливном дожде Продолжение следует